Всех приветствую на официальном канале компании RoscoCoin. Сегодня мы с вами поговорим о данной компании. Я вам расскажу о ее экосистеме, также расскажу о использовании средств, которые вложены в данную компанию. Конечно же, расскажу вам о технических характеристиках и, в принципе, расскажу, как зарегистрироваться в данной компании, как войти в свой аккаунт, какие нужно ввести данные для того, чтобы приобрести токены. Сейчас идет ICO, оно находится на первом этапе, до его завершения осталось 5 дней и 7 часов. ICO началось буквально недавно, но, в принципе, как для главной продажи, которая сейчас на первом этапе, у вас, в принципе, есть еще время для того, чтобы более детально ознакомиться и приобрести ваши желаемые токены данной компании RoscoCoin. По поводу экосистемы, это полное, прозрачное, бесплатное и эффективное финансовое решение. Эта экосистема будет содержать множество финансовых решений, предоставляемых пользователям для целей инвестиций или же кредитования. То есть это будут финансирования платформы в RoscoCoin экосистем. По поводу использования средств. 45% будет выделено на команду, 15% на офис, 15% на исполнителей, 10% на маркетинг, 5% на технологии и 10% на другие проекты. Также, в принципе, хочется сказать, что именно общее количество выпущенных RK токенов в Ethereum будет ограничено 10 миллиардами. РоскоCoin и не будет повторно выдаваться. Также этот один токен будет равен 1 Ethereum. То есть 38 тысяч этих коинов будут равны 1 Ethereum. Также будут токены выделены 35% на команду, 15% на резерв, 15% на партнерство и 15% на продажу токенов. В развивающих странах мира более 1 миллиарда человек или же 17% людей, которые используют уже Роско для сохранения и поддержки друг друга в рамках своего доверенного общества. Кроме того, более 2 миллиардов человек или же 39% населения мира не имеют банковского счета в мире, то есть им может понадобиться помощь для некоторой финансовой деятельности, такой как кредит. Вы знаете, что есть очень малоразвитые страны, некоторые страны Африки, в принципе, которые не имеют такой возможности. Поэтому банковская система, в принципе, противоречит своей цели служить богатым людям, а не бедным. Для людей, у которых нет банковского счета, нет хорошей зарплаты, плохого кредитного балла, им очень будет сложно получить финансовую поддержку, такую как банковский кредит от традиционного финансового учреждения. Фактически это та группа людей, которые нуждаются в наибольшей помощи. Кроме того, стоимость для коммерческого банковского кредита будет высокой для этой группы людей. Объем мирового рынка Роско оценивается более чем 500 миллиардов долларов США в год. То есть проведенный расчет будет составлять от 1 до 10% валового продукта страны. Также рынок кредитования P2P быстро растет и имеет рыночный размер в 70 миллиардов долларов США в год в глобальном масштабе. То есть вы представляете, какие, в принципе, ресурсы, какие средства во все это вложено и, в принципе, какой доход это будет иметь. Также дорожная карта данного проекта. Вы можете увидеть, что в сентябре 2017 года было, в принципе, все начато. И, в принципе, у них есть довольно-таки большие и обширные цели и задачи, которые, я надеюсь, конечно же, исполнятся. К концу 2022 года они уже, в принципе, планируют полноценное достижение своих поставленных целей. Как вы видите, именно к ноябрю Роско, в принципе, платформа будет, в принципе, работать. Также по поводу технических документов хочется вам сказать, что есть технические white paper на английском, арабском, китайском, польском языке. И, конечно же, есть маленький обзор, вот, типа как wine pager. Он состоит из трех страниц англоязычных, но, в принципе, более кратко здесь описано. Можно также понять, о чем здесь и что также. В принципе, вот команду вы видите у себя на экране. Вся команда является опытными специалистами в данной сфере, которые, в принципе, трудились, складывали все свои силы, весь свой профессионализм и являются очень усведомленными в данной компании. Также можно посмотреть социальные сети, в которых есть данная компания Роско Коин, такие как Facebook, Telegram, Twitter и Bid. По поводу Telegram хочу вам сказать, что уже очень большое количество участников, является 13 619 человек, которые активно обсуждают все преимущества данной компании, ожидают окончания ICO, в принципе, ожидают уже старта и достижения новых каких поставленных целей. Вот, и, в принципе, каждый на что-то надеется. Также есть Twitter, я уже, в принципе, подписалась на обновления в данной социальной сети и, в принципе, активно отслеживая все подробности, вот вы видите, и все, в принципе, новости. И, конечно же, Facebook. Больше всего, конечно, мне бы хотелось вам посоветовать по собственному опыту это переходить в социальную сеть, как Telegram. Непосредственно, конечно же, и в другие социальные сети, но так как Telegram является более живой группой, поэтому более активно обсуждают данную компанию. Изучайте данный проект, переходите по всем ссылкам, которые я оставляю в описании, изучайте технические документации, читайте на форуме, читайте в социальных сетях и, конечно же, делайте все ваши решения обдуманными и на свой страх и риск. Не забывайте, что сейчас идет первый этап ICO, до его завершения остается 5 дней и 6 часов. Спасибо, что были со мной, с вами был Мир Биткоина, всем пока!